Продолжение следует... Из этих 600 пациенток 522 пациентки получили брахиотерапию в виде дополнительного облучения ложеудаленной опухоли, а 73 пациентам мы провели лечение, частично ускоренное лечение с помощью брахиотерапии. На данном слайде я хотела напомнить, зачем мы делаем лучевую терапию. Лучевую терапию мы делаем для увеличения локального контроля над заболеванием, и это, безусловно, также сказывается и на общей выживаемости пациентов. Проведено исследование, где сравнивали пациентов, которым подводился буст на ложеопухоли, с той группой пациентов, которым не подводился буст на ложеопухоли, и мы видим, что частота локальных рецидивов у пациентов с добавкой на ложеопухоли оказалась ниже, нежели чем у пациентов, в котором не проведен буст. Кому же мы все-таки должны проводить буст? По большей части это молодые женщины, моложе 50 лет, и те женщины, которые имеют определенные факторы риска развития рецидива заболевания. Это опухоли в узел более 3 см, наличие переневральной либо лимфоваскулярной инвазии, положительные региональные лимфатические узлы, по данным гистологии либо инструментальных методов исследования до начала надевантной химиотерапии, и, безусловно, пациенты с лишь донегативным по типам. Проведение буста в отделении радиотерапии, рутина, да не только, я думаю, в нашем отделении, и во всех других отделениях нашей страны проводится с помощью трех видов. Либо с помощью электронного облучения, либо с помощью фотонного, либо с помощью брахитерапии. Частота развития рецидивов при всех этих трех видах подведения добавки на ложеопухоли оказалась одинакова. Но, безусловно, если говорить о объеме облучаемых тканей, то меньше всего облучаются ткани при проведении брахитерапии. Также на данном слайде продемонстрировано исследование. Здесь в исследование включены практически 2000 пациенток. Более 70% пациентам был проведен буст с помощью электронов. Оставшимся пациентам проведена брахитерапия, либо фотонная добавка на ложеопухоли. И также мы видим, что через 10 лет частота развития рецидивов в этих трех группах оказалась одинаковая. Но для того, чтобы все-таки найти это ложе опухоли, нужно на что-то ориентироваться. И буквально 5 лет тому назад при подведении буста на ложеопухоли, по большей части врач-радиотерапевт ориентировался на послеоперационный рубец. Но сейчас многие хирурги, удаляясь с сектором вместе с опухолью молочной железы, в края резекции устанавливают метки. И зачастую этих меток не одна, а достаточно много, вплоть даже до 10. И мы проанализировали результаты 62 пациенток, где мы посмотрели топографию внутритканевых меток относительно накожных меток. И на данном слайде мы видим, что накожные метки у нас выделены желтым цветом, а красные цветом выделены метки, которые находятся в ткани молочной железы. И относительно этих изображений мы увидели, что практически у 62 пациенток, у 41 пациентки накожные метки не сопоставимы с метками, которые находятся в ткани молочной железы. Безусловно, во время операции хирург для того, чтобы улучшить форму молочной железы, проводят смещение тканей и в эру реконструктивно-пластических операций, тогда, когда порой послеоперационный рубец абсолютно не соответствует квадранту расположения опухоли молочной железы, ориентироваться в таких условиях на послеоперационный рубец не имеет по большей части смысла. И сейчас проведение органсохраняющей операции должно быть всегда сопряжено с установкой внутритканевых меток. И это врачу-радиотерапевту будет помогать подводить буст именно на то место, где, правда, была опухоль. Но с местом расположения опухоли в молочной железе мы определились. Теперь как же определиться с объемом тех тканей, которые мы должны лечить? В отделении радиотерапии мы ориентируемся всегда на изображение, которое было дооперационное. То есть то изображение, где мы можем визуализировать опухоль в молочной железе. В идеале это, конечно, компьютерная томография. Но также мы используем и маммографические снимки для того, чтобы видеть опухоль. Мы фьюжируем изображение дооперационной с опухолью с изображением послеоперационным, то есть с тем же изображением, где мы видим послеоперационные, установленные метки во время операции. Два этих объема мы объединяем в один объем. Это будет нашим основным объемом. И к этому объему мы добавляем плюс 1-1,5 см в зависимости от объема первичного. И уже на этот объем проводим пациентке буст на лужу опухоли. На данном изображении мы видим, что буст проведен пациентке с помощью брахитерапии. Мы проанализировали результаты 62 пациента, которым в реальности был проведен буст на лужу опухоли с помощью брахитерапии. И на те изображения, которые мы проводили пациенту до момента установки интрастата в ткань молочной железы, мы спланировали таких же 62 плана электронного облучения, то есть электронного буста. И сравнили эти 62 плана электронного буста и 62 плана брахитерапевтического относительно дезиметрической нагрузки на критические органы. И у пациентов с левосторонней локализацией заболевания мы видим достоверно ниже нагрузка на сердце и коронарные артерии. То же самое мы видим более низкую нагрузку у пациентов с правосторонней локализацией заболевания. И если суммарно оценивать нагрузку у всех 62 пациенток на ипсилатеральное легкое, на кожу и на молочную железу, и мы, безусловно, видим, что при брахиотерапевтическом бусте на ложе опухоли показатели нагрузка значительно ниже, нежели, чем при электронном бусте на ложе опухоли. Мы пошли дальше, и помимо дозиметрического сравнения, мы провели анализ косметический эффект. Так как молочная железа – это орган наружной локализации, то, безусловно, пациенту, который сохранил молочную железу после проведения хирургического лечения, важно, какая же она останется после проведения и лучевого лечения. Мы сравнили относительно степени выраженности телеангиэктазии у трех групп пациентов. Пациентам, которым проводился буст на ложе опухоли с помощью брахиотерапии, с помощью электронного облучения. И дополнительно мы выделили третью группу пациентов, в которых, в принципе, буст не проводился. Мы оценили развитие телеангиэктазии, также мы оценили степень выраженности фиброза в ткани молочной железы, степень развития жирового некроза, и также мы оценили рентгенологические, то есть мы оценили маммографические снимки пациентов. Проведен опрос непосредственно самих пациентов, как они оценивают косметический эффект после проведенного хирургического и лучевого лечения. И также была проведена оценка другим незаинтересованным онкологам, онкологам, которые занимаются лечением рака молочной железы, как же он оценивает косметический эффект после брахиотерапевтического электронного буста и после дистанционной лучевой терапии без добавки на ложе опухоли. И мы видим, что в принципе эти показатели во всех три группах, они примерно одинаковы, а в каких-то группах мы даже видим более лучший результат брахиотерапии по сравнению с электронами. В настоящие годы набирает оборот парциальная лучевая терапия, то есть ускоренное частичное облучение. Это очень интересный вариант лечения пациентов, он интересен тем, что, во-первых, это достаточно быстро, мы уменьшаем срок госпитализации пациента, плюс ко всему мы уменьшаем нагрузку на ткань молочной железы, на и псилатеральное легкое, и, безусловно, на сердце у пациентов с левосоронней локализацией. Кому мы можем проводить парциальную лучевую терапию? Зачастую это пациенты старше 50 лет и те пациенты, у которых отсутствуют риски развития рецидива заболевания. То есть нет лимфоваскулярной инфазии, опухоль до 3 см без поражения региональных лимфатических узлов. Парциальная лучевая терапия с помощью брахитерапии доказала свою эффективность с помощью проспективных многоцентрогических инвенцированных исследований. В отделении радиотерапии и медсанкологии имени Николая Николаевича Петрова мы активно проводим брахитерапию в качестве парциальной лучевой терапии. По аналогии со сравнением электронного буста и брахитерапевтического мы сравнили реальных 42 плана пациентам, которым проведен парциальная лучевая терапия с помощью брахитерапии. И этим же 42 пациентам на КТ изображения, которые проводились до момента установки интрастата, спланировали 42 плана дистанционной лучевой терапии, парциальной дистанционной лучевой терапии. В проведении брахитерапии мы проводили 8 фракций, суммарно 42 грей, и дистанционная лучевая терапия проводилась 10 фракций, суммарно 38 и 5 грей. И также проведен анализ нагрузки лизиметрической. 22 пациентки с левосторонней локализацией заболевания. Мы также видим более низкие нагрузки на сердце и коронарные артели в сравнении с парциальной лучевой терапией с помощью фотонов. При правосторонней локализации аналогичное снижение показателей мы видим. И также мы видим снижение показательное и псилатеральное, легкое на кожу и на ткань молочной железы у всех 46 пациенток. Но это мы сравнили 46 пациенток с двумя. На каждую пациентку приходилось по 2 плана брахитерапевтического и дистанционного. Но в жизни все может быть по-другому, поэтому мы тут уже взяли 2 отдельные группы пациенток. 65 пациенток, те пациентки, которым в реальности проводилась брахитерапевтическая парциальная лучевая терапия. И 22 пациенткам проводилась парциальная лучевая терапия с помощью фотонного облучения. И мы сравнили эти 2 разные группы пациентов. И мы также видим, что нагрузка на сердце при проведении брахитерапии и на псилатеральное, легкое и на кожу, она значительно ниже, нежели чем при дистанционной лучевой терапии, при левосторонней локализации. И такие же показатели мы видим и у пациентов, у которых диагноз – рак правой молочной железы. Внутри тканевая брахитерапия с точниками высокой мощности дозы доказала свою эффективность при проведении как парциальной лучевой терапии, так и при подведении добавки на лужи опухоли. Высокодозная брахитерапия характеризуется минимальным риском осложнения за счет снижения радиационной нагрузки на органы риска, уменьшением объема облучения здоровых тканей. И это сопряжено с хорошим косметическим эффектом при соблюдении правил проведения брахитерапии. Спасибо. 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 Спасибо.